Винилам с клеевым замком Дополнительные планки понадобятся для исправления ошибок при укладке, а также при необходимости для ремонта пола в будущем. Пачки с виниламом должны находиться в помещении не менее трех суток, для того, чтобы температура материала и помещения выровнялась. Планки из пачек вынимать в этом случае запрещено. Пачки в помещении складываем не более трех, одна на одну. Расстояние между рядами не менее 10 сантиметров. Перед укладкой винилама все отделочные работы должны быть завершены. Укладку винилама можно производить только в остекленных помещениях с температурой не ниже 20 градусов по Цельсию и относительной влажностью не более 60%. При этом относительная влажность стяжки не должна превышать 5%. Перед укладкой следует тщательно выполнить уборку помещения, чтобы пыль, грязь и другие частицы не попали на клейкую ленту планок. От этого зависит качество укладки и дальнейшая эксплуатация винилама. Винилам – влагостойкое покрытие, на котором не образуется плесень и грибки. Однако повышенная влажность основания в процессе эксплуатации может спровоцировать их появление на старой поверхности. Для исключения подобных проблем основания в таких помещениях рекомендуем обработать защитными средствами. Винилам с клеевым замком укладывается на любую жесткую поверхность. Без подложки и не приклеивается к основанию. Материал идеален для укладки непрофессионалам. Поскольку планки гибкие и не клеятся к полу, винилам с клеевым замком не нуждается в выравнивании основания подложкой и может монтироваться как на деревянный пол, так и на бетон, на старый ламинат, жесткий линолеум, керамическую плитку. В качестве основы подойдут практически любые напольные покрытия, обладающие прочностью, целостностью и жесткостью. Винилам рекомендуем укладывать только на один слой предыдущего напольного покрытия. Планки напольного покрытия винилам с клеевым замком состоят из двух частей. Нижняя часть изготовлена из прочного винила, а верхняя имеет фактуру натурального дерева с трехкомпонентным износостойким защитным слоем, в состав которого входят полиуретан, керамическая крошка и ультракомпонент, защищающий от ультрафиолета. Нижняя часть планки смещена на 26 мм по отношению к верхней части покрытия, оставляя место, на котором находится клеевая смарт-лента, что в результате позволяет получить бесшовный пол с однородной поверхностью. Для укладки вам понадобятся карандаш, линейка, рулетка, нож, ножницы, прокаточный ролик, калькулятор. Начинать укладку следует из угла комнаты слева направо. Вынимаем из коробки первую планку. Укладываем ее на основание, оставляя тепловой зазор между планкой и стеной 3-5 мм. Берем вторую планку. Приклеиваем планки между собой таким образом, чтобы они соприкоснулись с своими торцевыми поверхностями в горизонтальной плоскости. Планки не должны соприкасаться с поверхностями, на которые нанесен клей. После того, как планки соприкоснутся торцами, можно прилагать усилия сверху вниз, склеивая их между собой. Таким образом мы укладываем весь первый ряд, особое внимание обращая на то, чтобы планки не выступали одна по отношению к другой, а стали ровной монолитной полосой. Если вы приклеите планку со смещением даже на 1 мм, то при укладке второго ряда в местах, где планки выступают, возникнет щель. От укладки первого ряда зависит качество монтажа пола во всем помещении. Второй и последующий ряды можно укладывать как слева направо, так и справа налево. Монтаж можно производить с любым смещением планок, однако самые распространенные смещения – одна треть и одна вторая. Укладывая второй ряд слева направо, отрезаем планку на одну треть. Берем ту планку, на которой выступает нижняя часть планки, и клеевая лента смотрит вверх Г-образно. Отрезанным краем укладываем к стене, оставляя зазор 3-5 мм. Приклеиваем по продольной части смарт-ленты. Сначала так, чтобы верхние кромки соприкоснулись боковыми поверхностями. При этом прилагаем небольшое боковое усилие от планки, которую приклеиваем, к планке, на которую приклеиваем. И только после этого прилагаем усилие сверху вниз, склеивая клеевую смарт-ленту. После приклеивания по продольному шву, по месту стыковки тщательно пройдитесь прокаточным роликом. На время укладки прокаточный ролик могут предоставить наши дилеры. Укладка второй планки второго ряда состоит из двух этапов. Этап первый – соединение поперечного шва. Берем планку, которую хотим приклеить. Подводим угол планки так, чтобы она упиралась боковыми поверхностями в поперечную сторону планки, к которой приклеиваем, и одновременно в ее продольную сторону. Прилагаем небольшое усилие в обе стороны, чтобы избежать зазоров и щелей. И только после того, как таким образом мы подвели планку к боковым поверхностям, прилагаем усилие сверху вниз, приклеивая клеевую ленту по поперечному шву. Второй этап – присоединение продольного шва. Поперечный стык приклеился. Опускаем продольную клеевую ленту верхней планки на клеевую ленту нижней, прижимая пальцем точки соприкосновения клея и как бы поджимая верхнюю планку к нижней боковыми поверхностями. Итак, планка полностью соединена с уже лежащими на полу планками. По всему периметру соединения всех швов тщательно прокатываем роликом. После всех действий, указанных выше, вы получите следующий промежуточный результат. Если в помещении есть колонны, трубы, форменные выступы или другие архитектурные особенности, уложить винилам возле или вокруг них не составит большого труда. Из плотной бумаги изготовьте шаблон, повторяющий контуры объекта. Наложите его на планку и обведите карандашом. Вырежьте нужную форму ножом или ножницами. Возможен и ремонт пола. Для этого клеевую смарт-ленту необходимо разогреть потоком теплого воздуха. Воспользуйтесь, например, обычным феном для сушки волос. Или строительным феном. Держите прибор на расстоянии не менее 15 сантиметров от планки, чтобы избежать повреждения ее поверхности. При укладке поперечных стыков непрофессионалам зачастую возникают проблемы. В процессе работы образуются щели. В таком случае на смарт-ленту укладывают бумагу-кальку, к которой переложены планки в коробке. Дальнейший процесс монтажа аналогичен указанному выше. Берем планку, которую хотим приклеить. Подводим угол планки так, чтобы она упиралась боковыми поверхностями в поперечную сторону планки, к которой приклеиваем, и одновременно в ее продольную сторону. Прилагаем небольшое усилие в обе стороны, чтобы не допустить зазоров и щелей. И только после того, как таким образом на весу прижали планку к поперечной и боковой поверхностям, вынимаем бумагу-кальку и прилагаем усилие сверху вниз, приклеивая клеевую ленту к поперечному стыку. Запрещено. Запрещено приклеивать планки, подводя их друг к другу под углом. В результате такой укладки образуется щель. В этом случае контакт происходит в двух точках А и Б. В точке Б контакта верхней и нижней планки уже произошло частичное склеивание верхней клеевой смарт-ленты и нижней. И это явная ошибка. После того, как из положения под углом вы опустите планку на основание смарт-ленты на верхней и нижней планках, они еще крепче склеятся таким образом, что возникнет щель. Она была заложена еще первым движением, когда планки неправильно подводятся друг к другу и склеиваются. Избежать этого можно, внимательно посмотрев инструкцию по укладке. Монтаж винилама на теплые полы. Все виды напольного покрытия винилам можно монтировать поверх любых систем подогрева пола, кроме пленочных систем. При этом надо учитывать, что подобные системы подогрева пола должны работать исключительно по своему прямому назначению, а не в качестве отопления помещения. Максимально рекомендуемая температура, до которой можно нагревать теплые полы, составляет плюс 30 градусов по Цельсию. При такой температуре никаких физических или механических изменений с напольным покрытием винилам не произойдет. Заводская гарантия на напольное покрытие распространяется лишь в случае его использования исключительно в диапазоне подогрева основания, на котором оно лежит, от 0 до плюс 30 градусов по Цельсию. В случае, если винилам длительное время используется с температурой подогрева пола свыше плюс 30 градусов по Цельсию, могут произойти изменения структуры, формы и эксплуатационных характеристик, которые не могут быть учтены заводом-изготовителем. И, соответственно, гарантия в таких случаях на данную продукцию не распространяется. Почему винилам не рекомендуют укладывать поверх пленочных систем подогрева пола? Дешевые китайско-корейские пленки не гарантируют постоянство температуры, которую они излучают. Кроме того, благодаря инфракрасному излучению от пленки нагреваются предметы, находящиеся возле нее, а не сама пленка. Главная преграда укладки винилама на инфракрасные пленочные системы подогрева пола невозможность обеспечить постоянную равномерную температуру по всей площади подогрева. Учитывая вышесказанные замечания, мы не рекомендуем укладывать винилам поверх пленочных систем подогрева пола. В случае, если потребитель все-таки примет решение укладывать винилам поверх пленочных систем, то все риски за какие-либо возможные изменения технических и эксплуатационных характеристик он берет на себя. В таком случае гарантия на напольное покрытие винилам не распространяется. Запрещено. Запрещено начинать укладку винилам с клеевым замком сразу после того, как вы внесли продукт с холодной улицы в теплое помещение. Делать укладку без теплового зазора между виниламом и стеной. Между краями напольного покрытия и стеной по периметру он должен составлять 3-5 мм. Запрещается укладывать под винилам с клеевым замком подложку, которая обычно укладывается под классический ламинат. Температура эксплуатации винилама не должна превышать 30 градусов по Цельсию. Запрещено прямое попадание солнечных лучей на винилам. При прямом попадании солнечных лучей напольное покрытие винилам нагревается до температуры 40 градусов и выше, а это в свою очередь может привести к изменениям, которые не могли быть учтены заводом-производителем. Могут появляться щели, может гнуть и выгибать планки и так далее. Главный враг клеевой смарт-ленты до укладки планок – это пыль и грязь. Защита при эксплуатации. У входа в помещение с улицы положите металлическую сетку для очистки грязи с подошв обуви, а непосредственно у входа в помещение, где лежит винилам, плотный щетинистый или ворсистый коврик. При использовании кресел на колесиках рекомендуем приобрести специальный защитный коврик для пола. На ножки мебели лучше надеть защитные накладки. Планки, оставшиеся после укладки, в будущем могут пригодиться для ремонта пола. Заверните их в полиэтиленовую пленку и храните в горизонтальном положении. Эксплуатация пола возможна сразу же после его полной укладки и качественной прокатки всех стыков прокаточным роликом. Субтитры создавал DimaTorzok